МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа Новости 24. В студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте. Двухмиллионный долг стал причиной убийства знакомого. Полицейский в Махачкале задержан подозреваемый. Столовый прибор внутри пациента. Врачи достали из живота 26-летнего махачкалинца чайную ложку с проволокой. Как она там оказалась? Через пару минут. Чтобы улыбок было больше детям и подросткам с челюстно-лицевым дефектом, врачи делают благотворительные операции в Махачкарской клинической больнице. Убил и задолго. В Махачкале задержан подозреваемый в убийстве. По версии следствия, он нанес пять ножевых ранений своему знакомому и колото-резанную рану в предплечье женщине. Все произошло в одной из квартир по улице Башкирская. Пострадавший скончался, а вторая пострадавшая находится в больнице. Полицейским удалось задержать предполагаемого убийцу. У меня был коврик денежный момент. Все время этот день, потому что я ему тоже был, он меня доставал. Какую сумму вы ему должны? В сумме? Там было 2 столы на миллион рублей. Но он хотел, чтобы я ему дал больше. А за что эти деньги вы должны были? Я брал не был. Машину брал, где отдал он. Он начал децидуру по телефону ругаться с собой. Начал задевать на моих родителей, на всех, на мать. С чего произошла драка, которые они тянули, в принципе, так, и я уже был ударить его ножом. И когда он выходил, я думал, бежит за собой, у него пистолистик за собой был. То есть все нормально так. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Нестандартный медицинский случай произошел в Махачкале. Из живота местного жителя достали чайную ложку. Операцию провели хирурги больницы скорой помощи. Оказалось, что 26-летний мужчина проглотил столовый прибор. К врачам он обратился с сильными болями в животе. Пациенту сделали снимок рентгена, который показал, что в 12-перстной кишке застряла чайная ложка с закрученными проволоками. Тогда медики провели операцию, в ходе которой хирург вскрыл брюшную полость и желудок. Врачам удалось успешно вытащить ложку. Сам пациент не объяснил врачам причину своего странного поступка. Сейчас он чувствует себя хорошо. Его уже выписали из стационара домой. Открытие желудка и удаление ложки и удаление проволоки. Проволока была чуть тяжелее удалить, чем ложка. Ложка легко удалились. И проволоки, завязанной проволоки, резинкой, она была как крестообразно развернута. После того, как она попала в живот, то есть в 12-перстную кишку, она крестообразно развернулась. И она цеплялась за 12-перстную кишку. Некоторыми проблемами она была удалена. Обстоятельства, как это случилось, почему это случилось, больной категорически отказывался нам отвечать. Вполне адекватный, нормальный парень. Пока он здесь был, никаких проявлений неадекватности пациента не было. И после наркоза, и до наркоза никаких проявлений неадекватности состояния пациента не было. Муслим Дахаева арестован на два месяца. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в отношении начальника ОФСИ. Как сообщает ТАС, адвокат Дахаева дал подписку о неразглашении, так как дело засекречено. Он также отметил, что дело не имеет никакого коррупционного уклона. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. А после Дахаева уехал на обычной машине без наручников и без комбоя. Отметим, что бывший руководитель ОФСИН по Дагестану вместе с заместителями был задержан накануне. Его подозревают в разглашении государственной тайны. На восстановление сгоревшего жилья погорельцы села Тисиахитли получат помощь от Владимира Путина. Об этом стало известно во время рабочей поездки Владимира Васильева в Цумадинский район. Напомним, что в марте этого года в селе в результате пожара пострадали десятки домов. В ходе беседы с местными жителями глава региона сообщил, что благодаря поддержке президента страны все погорельцы получат дополнительные средства, которые будут выплачены уже в этом году. Сегодня выделено из федерального бюджета 3-4 миллиона 103 тысячи рублей погорельцы. Это опять же поручение президента. Обычно такие деньги не выделяются. То есть ограничивается помощью, которую мы оказали из нашего бюджета полтора миллиона. Мы ее ясно по закону выделили, там расчеты есть. Все понятно. А то, что там люди собрали дополнительно, это еще. А вот теперь состоялось решение, выделенное из бюджета, где есть 24 миллиона 103 тысячи рублей. Нет очистных сооружений, нет чистой воды. В Роспотребнадзоре Республики Дагестан говорили об обеспечении населения качественной питьевой водой. Вопрос остается одним из острых для республики. За 10 месяцев исследовано около 5000 проб воды. Из них нормам не соответствует почти 600 на территориях Дахадаевского и Шамильского районов и городов Махачкала и Буйнакск. Вот эта региональная программа у нас уже принята. И в этой программе расписаны все мероприятия до 2024 года. В каком населенном пункте, в каком районе будут проводиться какие мероприятия. Главам районов даны рекомендации по улучшению работы с твердыми коммунальными отходами. Основными причинами неудовлетворительного санитарного состояния населенных пунктов остаются отсутствие генеральной схемы очистки и необходимого количества контейнерных площадок. Ну а в Ахтынском районе открылся офис Сбербанка. Ранее для совершения банковских операций жителям трех близлежащих районов приходилось ездить за пределы своего села. Новый филиал расположился в селении Ахты. Руководство района совместно с управляющим дагестанского отделения стали почетными гостями в первый рабочий день нового филиала. По их словам, это стало хорошим подспорьем для населения. Создание дополнительных рабочих мест, упрощение процедуры обратной связи доступнее и удобнее станет получение банковских услуг. Это значимое событие не только для жителей Ахтынского района, но и событие для Рутульского и Тухуспаринского района. Как вы знаете, Ахтынское отделение сберегательного банка работало еще в советское время в селении Ахты. И в 2000 году Сбербанк по каким-то непонятным причинам закрыли. И наши жители Ахтынского района долгое время мучились, ездили по этой дороге вниз, вверх и старики, и дети. И сегодня такое событие, что все оплаты по налогам, все коммунальные, все вопросы, которые связаны с обслуживанием, банковским обслуживанием, будут квалифицированные работники сберегательного банка. Офис оснащен новейшим оборудованием. В нем можно оплатить коммунальные услуги, налоговые сборы, штрафы. Все сотрудники, местные жители, прошедшие необходимое обучение и стажировку. Между тем, мошенники не дремлют. Новый метод краж. С банковских карт россиян придумали электронные вымогатели. Грабители отслеживают действия с карт граждан, когда люди переводят средства с карты на карту в режиме онлайн. Человеку достаточно ввести данные карты, с которой будет производиться перевод. Сразу после этого к нему поступает звонок от якобы работника банка, который просит подтвердить действие. Чтобы кража была осуществлена, достаточно назвать код подтверждения из СМС. В этом году число хищений по такой схеме было достаточно большим. Бесплатную помощь детям с врожденными челюстно-лицевыми дефектами оказывают в Махачкале. На базе детской республиканской клинической больницы проходит благотворительная акция. Уже есть ребята, которые теперь могут улыбаться без стеснений. Алина Багилова расскажет подробности. Цель подобной акции – подарить детям с врожденными дефектами лица возможность красиво улыбаться и вести нормальную жизнь. И сделать качественную медицинскую помощь бесплатной и регулярной. В помощь специалистам больницы имени Кураева сформирована команда волонтеров благотворительного фонда операции «Улыбка». В составе 18 специалистов, включая челюстно-лицевых хирургов, детских анестезиологов, педиатров, операционных, палатных сестер и детского психолога. На самом деле этих детей надо видеть до операции. И когда через час, полтора, два часа, когда уже с операционного выносят ребенка, это совсем другой ребенок. Потому что после операции на самом деле у них другой облик лица. И от этого результата зависит их не будущее, скажем так. Чтобы они себя не чувствовали какими-то ушимленными. Это такая вот очень ювелирная, тонкая работа. Здесь это большая колоссальная работа. Потому что каждый год я приезжаю в Дагестан, в Махачкале, я отбираю детей, составляю список. Потом в Чечне, в Ингушетии, в Осетии езжу по республикам, собираю детей, которые нуждаются именно нашей помощи. Благодаря качественным и вовремя проведенным операциям, эти дети получают шанс навсегда забыть о своем дефекте и жить нормальной жизнью. Изначально поехали в Краснодар записываться на операцию ребенку. Родился у нас малыш с расщелиной губы и неба. Вот у нас фотография до. И поехали в Краснодар записываться на операцию. Там сидела девочка, она уже у вас в Таганроге была на этой благотворительной акции. Она рассказала, что есть такой благотворительный фонд, называется операция «Улыбка». Мы приехали сюда, нас прооперировали. Вообще низкий поклон всему медперсоналу, всем хирургам, медсестрам за их профессионализм, за их отношения внимательные. Детям с этими пороками медицинская помощь оказывается в Республиканской детской клинической больнице Махачкалы бесплатно на постоянной основе. Все операции наши бесплатные. Это государственные учреждения. Ни у одного больного никто вам не может сказать, что мы платно оперируем. Эта операция у нас бесплатная. Где-то 100-120 операций. На сегодняшний день за 9 месяцев мы выполнили операции. 8-7 операций данного типа. Благодаря тому, что акции операции «Улыбка» проходят во многих городах России, дети с врожденными дефектами лица могут получать помощь специалистов по челюстной лицевой хирургии в пределах своего региона. А вообще операция сложная. Потому что при этой патологии у детей нарушается питание, дыхание. Они не могут кушать. Тут не только в улыбке дело, но еще и в функциях. В основном нарушается функция питания. Потому что там аномалия такая, которая не позволяет нормально кушать ребенку. Ну и в дальнейшем, если вовремя не прооперировать, у ребенка будет очень плохая речь, непонятная. Поэтому лучше эту операцию делать примерно в свои сроки. Смысл этой акции ведь не только в том, что мы бесплатно оперируем детей, но еще и в том, что мы между собой общаемся и учимся. Потому что есть такая пословица, я говорю, я учись, я проработал достаточное количество, лет 30, наверное, уже. Но все равно чувствую, что есть всегда постоянно все меняется и новое появляется. И надо учиться друг у друга. Так, на базе республиканской больницы специалистами было проведено 18 операций. Всего планируется 46 операций по исправлению челюстно-лицевых аномалий лица у детей и подростков. В Унсукульской школе номер один завершена реконструкция спортивного зала. Работы проходили в рамках программы Министерства образования Дагестана по капитальному ремонту пришкольных участков. Полностью обновлено внутреннее помещение, установлено освещение и проведена отопительная система. Кроме того, на базе школы была дополнительно установлена буркаут-площадка, раздевалка и тренерская комната. Как отмечают коллективы учреждения, реализация данной программы дает возможность молодежи проявить себя в спортивных направлениях. Байзат Хамидова номинирована на звание лучшей регбистки России. Федерация регби России запустила на своих страницах в социальных сетях голосование за лучшего представителя этого вида спорта. Голосование открыто с 12 ноября. Итоги будут подведены уже завтра. Напомним, что в этом году Байзат Хамидова завоевала шестую золотую медаль чемпионата Европы и по этому показателю является рекордсменкой в России. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова